Более 13 тысяч химчан вышли на ежегодный субботник. Это работники промышленных предприятий, госслужащие, бизнесмены и предприниматели, сотрудники учебных и медицинских учреждений, студенты и пенсионеры. Сегодня все они – одна команда. Городской округ принял участие в общеобластном субботнике, который завершил месячник благоустройства в Подмосковье. Во всех муниципалитетах убирали мусор, проезды, лавочки, красили ограждения, приводили в порядок улицы, дороги и дворы. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в этом году весенняя уборка проходила под девизом «Весна – время перемен». Поучаствовали в ней 840 тысяч человек. То, что сегодня уже сюда пришли, это уже полдела сделано. Не побоялись, не испугались, не помешала погода. Я думаю, что то, что не успеем сегодня сделать, и то, что нам помешает погоду довершить до конца, мы это сделаем. Мы сделаем 1 мая, мы сделаем 9 мая. В этот раз погода внесла свои коррективы. Но невзирая на дождь и ветер, тысячи неравнодушных жителей городского округа собрались у стадиона «Арена Химки», чтобы сделать город еще лучше и чище. От стадиона к основным локациям субботника участников доставили на автобусах. Вооружившись мешками и перчатками, горожане разъехались по 14 главным точкам уборки. Одна из самых крупных – парк «Экоберег». Территория рекреационной зоны – более 25 гектаров. А береговая линия канала имени Москвы – излюбленное место отдыха химчан. Нужно готовить абсолютно точно нам к летнему сезону Химки. Они должны быть чистые абсолютно везде. И пляжи, и береговые зоны в том числе. С каждой минутой берег канала имени Москвы становился краше. Его очистили от прошлогодних веток и травы, собрали пластик и бумагу. Вы даже когда квартиру уберете, приятно в чистой квартире, дышится по-другому. Вот здесь все то же самое. Когда люди еще вместе, то интересные разговоры, прибаутки. Тем временем на другой стороне побережья чистили газоны. Было бы здорово, если бы не было такого дождя и моросящего. Но тем не менее люди пришли. Всех, кто как следует потрудился, ждала настоящая полевая кухня. Повара приготовили для участников десятки килограммов солдатской каши с тушенкой и угостили горячим чаем. Держи. Радушно встретили участников масштабной уборки и в других парках городского округа. Ура! Парками Льва Толстого и Величко в порядок приводили студенты и члены Союза пенсионеров. Для большинства из них субботник – это давняя традиция, оставшаяся еще со времен СССР. В Подмосковье эту традицию чтят до сих пор. Родина сказала надо, комсомол ответил есть. Во время субботника наградили и самых активных участников, ведь работы по благоустройству города велись с начала апреля. За это время в Химках отремонтировали тротуары, остановочные павильоны, ограждения и дорожные знаки. Отреставрировали памятники Великой Отечественной войны, мемориальные плиты и обелиски. Грамоты и благодарственные письма Дмитрий Волошин вручил тем, кто принимал непосредственное участие в улучшении облика города. Завершили субботник торжественным запуском всех городских фонтанов. Их заранее подготовили, очистили после зимы, проверили состояние инженерных систем и регулировку подачи воды. Кроме того, благоустроили прилегающую к ним территорию. Теперь фонтаны будут радовать жителей округа до поздней осени.